МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Владимир Осипов. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Михайлович, готовить к передаче. И ваше ведомство, и наша редакция объявили сбор вопросов, которые можно было присылать на страничках в соцсетях и Минтранса, и национального телевидения Чувашии. Вопросов поступило достаточно много. Вы готовы на них ответить? Да, конечно. А на наши вопросы? В том числе. Спасибо большое. Давайте для начала все-таки познакомимся. Вы новый руководитель ведомства. Вы новый руководитель Минтранса Чувашии. Но в самой отрасли вы не новичок в дорожном хозяйстве. На ваш взгляд, что нуждается в изменении, в улучшении? С чего вы планируете начать? Какие приоритеты наметили себе и своим коллегам? Как любой руководитель, который приходит на новое место работы, хочется сделать это место или это министерство более современным, более эффективным, более инновационным, которое бы отвечало тем требованиям, которые предъявляет нам сегодняшнее время? Ну или, скажем так, оправдывало ожидания. Да. Но для того, чтобы это сделать, необходимо, конечно, создать команду единомышленников и вместе с этой командой уже воплощать вот эти планы, эти задачи, достигать этих целей. Получается? Ну, только приступил, поэтому еще рано говорить об этом, наверное. Ну, скажем, как вы оцениваете потенциал отрасли? Потенциал достаточно большой. И много вопросов, над которыми надо работать. И поэтому, я думаю, что можно ждать значительных улучшений как в сфере транспорта, так и в сфере дорожного строительства. Ну, давайте по порядку. У нас поступило достаточно много вопросов, что, собственно говоря, вполне ожидаемо, по поводу состояния дорожного полотна. Яма на дороге, к сожалению, качество асфальтно-бетонного покрытия оставляет желать лучшего. Вот с чем это связано? Почему сложилась такая ситуация, что по весне асфальт сходит вместе со снегом? Знаете, такой исторический экскурс, наверное, да? Основная сеть автомобильных дорог республики была построена в 70-е, 80-е, ну, в 90-е годы и что-то в 2000-х, начало 2000-х, нулевых годов. И, конечно, строительство или нормы не предполагались, что будут такие нагрузки, что будет такая интенсивность движения. Никто не мог предположить лет 20 или 30 назад, что, например, интенсивность движения будет 40-50 тысяч автомобилей за сутки, как, например, на федеральных дорогах. Никто не мог предположить, что интенсивность движения будет 5 или 25 тысяч, как на республиканских дорогах. Ну и, конечно, никто не предполагал, что будут такие нагрузки. То есть на сегодняшний день большегрузные машины по 30, 40, порой и по 60 тонн, они разрушают вот эту сеть наших автодорог. Потому что там не предусмотрены такие нагрузки. Это во-первых. Во-вторых, наверное, надо сказать, что в предыдущие годы не всегда исполнялся межремонтный ремонт. Ну, в отсутствии денег, как правило, всегда были причины для того, чтобы в свое время не делать ремонт. Ну и в-третьих, я хочу сказать все-таки об аномальной зиме, которая была в этом году. Я уже вот перед нашей беседой говорил о том, что только с плюс на минус в этом году этой зимой температура переходила более 40 раз. И, соответственно, это тоже разрушает автомобильные дороги. И поэтому, может быть, мы имеем на сегодняшний день то качество дорог, которое мы имеем. Вот эти основные факторы. Владимир Михайлович, ну, вот, допустим, вы упомянули федеральные дороги. Некоторые дороги в Чувашии, основные направления, они существуют вообще с 20-х годов. И понятно, что в 20-е годы никто даже не догадывался о том, что у нас будут ездить по ним не телеги, а автомобили, тем более большегрузные. Но нам же ведь как-то удается их реконструировать, ремонтировать, поддерживать в нормальном рабочем состоянии. Почему нельзя распространить такую же практику на дороге республиканского значения? Я уж не говорю про местные. Ну, почему эту практику мы используем? В этом случае или в этом контексте, наверное, будет уместно вспомнить о том, что на сегодняшний день реализуется в республике программа безопасной и качественной автомобильной дороги. Из них три региональные программы. Это дорожная сеть, это общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность движения. Что касается дорожной сети, на этот год предусмотрено порядка 2 миллиарда 537 миллионов рублей. На которых будут выполнены следующие виды работы. Это капитальный ремонт региональной и муниципальной сети. Это порядка 49 объектов. Из них 22 объекта региональных, республиканских. И 27 объектов. Это Чебоксарская агломерация. Из них в Чебоксарах 19 объектов. В Новочебоксарске 4 объекта. В Маргаровском районе 2 и в Чебоксарском районе 2 объекта. Кроме этого будет отреконструирована улица Ивана Якуля. Это 2,4 километра. Строительство внешнего освещения 32 километра. И ремонт мостовых сооружений. На этот год, на текущий год запланирован ремонт или завершение ремонта мостовых сооружений через реку Сура, через реку Мень и через реку Сугодка. В общей сложности ремонт мостовых сооружений – это более 800 погонных метров. Кстати, по какому принципу отбираются участки, которые включаются в план капитального ремонта, просто ремонта реконструкции дорог? Самый первый принцип – это инструментальная диагностика. И второй принцип – это общественное мнение. То есть принимать решение на основе общественного мнения. Какие дороги, в какой последовательности, какой ремонт, строительство, ремонт, текущий ремонт необходимо сделать? Ну вот, кстати, к вопросу об общественном мнении. Сергей Богатырев спрашивает. Когда уже сделают ремонт трассы Чебоксары-Сурская, 41-57 километр, и дороги Чебоксары-Сурская, 57-74 километра? Эти участки в очень плохом состоянии. Одна колея, трещины, выбоины. Вот, насколько я помню, значит, капитальный ремонт Чебоксары-Сурская. В Красноармейском районе 41-53 километров – это порядка 12 километров, запланирован на 2021 год. Причем заложен там очень немалые деньги на капитальный ремонт – порядка 725 миллионов рублей. Кроме этого в Валиковском районе – это 53-58 километр. Но на сегодняшний день готовится проектно-сметная документация, и пока стоимость этих работ не определена на сегодняшний день. Вопрос из Алатыря. Хотелось бы узнать о капитальном ремонте двух участков дорог улицы 40 лет Победы и улицы Гагарин. Они являются въездными в город и находятся в очень плохом состоянии. Жители волнуются, дойдут ли до них руки? – Опять же, на 2020 год предусмотрен ремонт. Это не капитальный ремонт улицы Гагарина. Заложено порядка 17,5 миллионов рублей на этот ремонт. И 40 лет Победы. Там будет ямочный ремонт. На эти работы заложено где-то порядка полутора миллионов рублей. Какие будут производиться работы для уменьшения пробок по трассе М-7 от поселка Кугиси до Харкасов? Это вот участок лесной. Но там нас ожидают, конечно, достаточно такие масштабные работы в период 20-24 годы. Уже вот в прошлом году федеральное казенное учреждение «Волга-Вятково-Порт-Дор» – это балансодержатель этой дороги. Заключили контракт на реконструкцию участка 637-643 километра. И там, в районе Харкасов, будет двухуровневая развязка. Дальше на 2021-2022 годы предусмотрено строительство еще развязок. Это 644-й километр – это Горьковский поворот. 647-й километр – это на стыке дорог «АллатР» М-7. 650-й километр – это Чебоксары-Сурская. М-7 – это в районе Лапсар. И 655-й километр – это в районе восточного подхода города Чебоксары. Ну, не доезжая к Угесе. Леонид Степанов спрашивает. Произвели ямочный ремонт на трассе Бресе-Канаш. Хватило ровно на три дня. Засыпали щебнем мелкой фракции. Сколько денег выкинули на воздух? Мы вновь возвращаемся к качеству ремонтных работ. Ну, давайте так. Тот ремонт, который был произведен, это был ямочный ремонт, текущий ремонт для того, чтобы обеспечить проезд транспорта. В том числе автобусов, скорой помощи. Это был такой ямочный ремонт. А на следующий год у нас запланирован капитальный ремонт дорог. Если мы берем дорогу Калинин-Батарево-Яльчика, Яльчики – это 42-й, 50-й километр, порядка 7 километров. Там 370 миллионов рублей она запланирована. Калинин-Батарево-Яльчики – 50-й, 56-й километр и 56-й, 63-й километр. Это еще порядка 150 миллионов рублей. Вот такой капитальный ремонт запланирован на этом участке. Ну, я думаю, что на сайте Минтранса всегда можно найти информацию о планах ремонтных работ. Да? Да, конечно. Хотя бы на сезон там и на ближайшее какое-то время. Ну, вот возвращаясь к качеству работ. Все-таки очень много нареканий к самим технологиям, используемым сегодня для ремонта. К качеству материалов. Возможно ли внедрение каких-то новых, инновационных подходов? Все, что используется в дорожном строительстве, на сегодняшний день наши подрядчики, в принципе, используют. Все, что в рамках контрактов, те виды работ, которые необходимо произвести, они производят. То есть те новые технологии, которые необходимо использовать, они используются. Например, используется тот же ЩМА, щебеночный, мастичный асфальтобетон, например. Он используется уже. Поэтому по мере необходимости каких-то новых технологий и в рамках тех сумм, которые позволяют это сделать, работа так и производится. Хорошо. Тогда, возможно, речь идет о таком пресловутом человеческом факторе. Да, вроде бы технологии передовые, материалы тоже вполне себе достойные. А получается, мягко говоря, ненадолго. Вот что можно сделать в этом случае? Намерены ли вы как-то более строго контролировать исполнение работ? Возможно, там, расширение черного списка подрядчиков? Давайте, наверное, тогда вот так по поводу подрядчиков черного списка. У нас как такового списка нет. Есть реестр недобросовестных поставщиков. Это те поставщики, которые не исполнили условия контракта, когда они заключали. И, соответственно, они попадают в этот реестр. Случай попадания в такой реестр – это для подрядчика неприятно. Они в течение трех лет не имеют права участвовать в конкурсах, в тендерах и, соответственно, производить какие-либо работы. Что касается человеческого фактора, то это, конечно, он присутствует везде. От него нельзя уйти никаким образом. Но есть, например, у заказчика такие инструменты, как технический надзор, как лабораторные анализы, как строительный контроль. Поэтому у заказчика, в принципе, все инструменты есть для того, чтобы применить по отношению к подрядчику и потребовать от него качественное исполнение контракта. Применять были? Применяется и сейчас. Но просто, наверное, немножко ужесточим требования к подрядчикам. Наверное, вот так вот. Федор Сергеев спрашивает. Когда начнется строительство третьего транспортного полукольца? Да, это грандиозный проект. Вообще, начало этого проекта запланировано на 2022 год. А сейчас проект в стадии исполнения. Заключен договор с Казанской компанией по проектированию. Они производят этот проект. Только проектная работа стоит порядка 117 миллионов рублей. Стоимость самого объекта будет где-то более 17,5 миллиардов рублей. Протяженность 7,2 километра свяжет северо-западный район и ново-южный район. Предусматривается строительство трех мостов и засыпка оврагов. Например, это тоже виды работы такие предусмотрены. Начнут, наверное, со второго этапа. Это строительство участка улицы энтузиастов Богдана Хмельницкого. Второй этап – это участок Вурнарский поворот Богдана Хмельницкого. И третий участок – улица энтузиастов и улица Университетская. Но вот начало этого проекта мы планируем где-то начать в 2022 году. Как обстоят дела с ремонтом моста в Парецком районе? Объездная дорога, к сожалению, очень плохо справляется сейчас с нагрузкой. И все ждут открытия, когда у нас эта трасса наконец заработает. Были, смотрели? Да, я буквально недавно проезжал этот мост в Парецком районе. В самом Парецком, можно сказать. Там не предусмотрена объездной дороги. Там, значит, просто сделали одну полосу, по которой можно ездить. То есть реверсное движение. Сначала проезжает в одну сторону, потом проезжает в другую. Поэтому там объездной дороги не предусмотрено. В 2019 году был заключен контракт на ремонт этого моста. Контракт выиграла строительная компания «Волга». Общая сумма этого проекта – порядка 183 миллионов рублей. В этом году будут завершать. Ну, какие виды работы предусмотрены? Это укрепление опор. Это укладка тротуарной плитки. Это асфальтобетонное покрытие. В принципе, работа и сейчас не останавливается. Работы идут. И я думаю, что к осени текущего года работа будет завершена. То есть все по графику? Да, все по графику. Я вот говорю, буквально несколько дней назад был на этом объекте. Мы встречались с генеральным директором. Обговорили. В принципе, он не жаловался ни на какие-то причины, по которым можно этот объект отменить или отложить. Все идет по графику. Подписчиков и читателей, и зрителей волнует процесс перехода с автобусов малого класса на автобусы большого класса на маршрутах Чебоксара-Ново-Чебоксарск. Самая больная, самая такая вот основная тема. Плюс здесь же интересуется, возможно ли переход на регулируемый тариф и закрытие дублирующих направлений. Знаете, этот вопрос сейчас стоит на рассмотрении. Значит, что там планируется? На сегодняшний день по межмуниципальному маршруту Чебоксар-Ново-Чебоксарск ходит порядка 10 автобусных маршрутов и плюс один межмуниципальный троллейбус. Да, уважаемые телезрители, мы оговоримся пока, мы говорим только об автобусах. Об автобусах, хорошо. О троллейбусах поговорим уже. Значит, в планах что? Значит, 6 маршрутов перевести на регулируемый тариф. А в случае, значит, если мы переводим на регулируемый тариф, соответственно, там будет проведен аукцион или конкурс. В техническом задании, которое будет сразу оговорено, что тот перевозчик, который будет участвовать в перевозках по этому маршруту Чебоксар-Ново-Чебоксарск, должен будет закупить автобусы среднего или большого класса. И примерно, даже обговаривая сейчас цифру, порядка 70 новых автобусов среднего и большого класса. Как только решится вопрос финансирования, финансированием, соответственно, будет проведен такой аукцион. Вот теперь о троллейбусах. Телезрители интересуются, возможно ли пустить троллейбус номер сотого маршрута по улице Винокурово-Ново-Чебоксарске. Это центральная главная улица в городе. Туда удобно дойти с других остановок. Возможно ли продлить его маршрут? Вот в марте месяце буквально, могу ошибаться, может это было 12 или 13 марта, выезжали с представителями Новочебоксарского троллейбусного управления и смотрели, насколько это возможно продлить маршрут, сотый маршрут. Но дело в том, что там необходимы троллейбусы с автономным ходом, которых на сегодняшний день... Четыре троллейбуса, которые на сегодняшний день участвуют вот в этом маршруте, сотом, у них автономного хода недостаточно. Там нужно где-то порядка 22 километров. Но вот есть такая программа, будем надеяться, что она будет воплощена в жизнь, то есть деньги в виде субсидии мы получим от федерального центра на закупку новых троллейбусов. И в этом случае будут закуплены новые троллейбусы с автономным ходом, и тогда мы можем этот вопрос рассматривать о продлении троллейбусного маршрута по улице Винокурово. Федор Сергеев интересуется, когда начнется транспортная реформа по республиканским перевозкам? И будет ли республика создавать предприятие для участия в перевозках, или все по-прежнему останется в руках участников? Знаете, мы этот вопрос, в общем-то, анализировали. Пока пришли к такому мнению, что создавать а-ля «Чувашавтранс-2» нет смысла. Это стоит достаточно больших денег, которых в республике на сегодняшний день просто нет. Это стоит не то, что больших, это стоит очень больших денег. На сегодняшний день перевозчики, да, они коммерсанты, но, в принципе, по регулируемым маршрутам они работают по тем тарифам, которые регулируемы. В основном это все городские маршруты. А что касается нерегулируемых маршрутов, это в основном межмуниципальные, но они своевременно, в принципе, производят тоже перевозку людей. Поэтому пока вот такой реформы какой-то мы не планируем. И вот вновь о Новочебоксарске. Телезритель спрашивает регулярно, по утрам едет из Новочебоксарска на троллейбусе номер 100. Но наблюдает такую картину. Перед ним стабильно идут две маршрутки. 101-я скорая за 4 минуты и за 1 минуту перед троллейбусом. О какой рентабельности можно говорить в этом случае? На сегодняшний день, да, пока вот этот сотый маршрут, он показывает отрицательный результат, то есть он пока не рентабельный. Но в случае, если мы приобретем новые троллейбусы и дополним, на сегодняшний день, как я уже говорил, там всего лишь три троллейбуса. Если, например, мы сделаем там 8-10 троллейбусов, посмотрим в дальнейшем, как он себя зарекомендует, то может он выйдет из точки убыточности. Если он будет ходить с большей периодичностью, с большей частотой, то вполне вероятно, что маршрутки сами уйдут с этого маршрута. Вполне возможно. Пока же невозможно. Но пока есть в планах о том, что мы увеличим количество троллейбусов. Есть ли конкретная дата, когда класс автобусов будет заменен? Я полагаю, что речь идет как раз о том, чтобы перейти к автобусам большей вместимости. Если нет, то это очередная болтовня, спрашивает Дмитрий Кудрюшов. Но этот вопрос пересекается с предыдущим. Вот помните, я говорил о том, что планируется провести аукцион по шести маршрутам, где планируем перевести на регулируемые маршруты. И, соответственно, когда будет проводиться аукцион, в техническом задании именно будет указано, что только автобусы среднего и большого класса будут участвовать в этих перевозках. Вообще, насколько охотно сейчас идут перевозчики на такие условия, которые им предъявляют муниципалитеты? Вы как республиканское ведомство? Что касается регулируемых тарифов, то, конечно, перевозчики согласны работой. Потому что здесь регулируемые тарифы, то есть здесь идет возмещение выпадающих доходов. А что касается автобусов среднего и большого класса, просто не все перевозчики, конечно, идут на это. Потому что, ну, представляете, купить автобус большого класса, который стоит условно от 12 до 16 миллионов, он будет окупаться долго. Лучше купить автобус там малого или среднего класса, который стоит там 2, 3, 4 миллиона. Он, конечно, быстрее окупится. Поэтому перевозчики, это же все коммерсанты, они просчитывают свои финансовые возможности. И с большой долей неохотой идут на переход среднего и большого класса. Но если будут регулируемые тарифы, соответственно, там будут такие условия, они перейдут. Ну и понятно, в завершение мы не можем с вами не обсудить самую актуальную сегодня тему. Уже сейчас общественный транспорт перешел на режим выходного дня. Применяются другие меры по сокращению контактов в транспорте. Что еще? Планируются какие-то изменения? Как сейчас чувствуют себя перевозчики? И предусмотрены ли какие-то меры для их поддержки? Ну, к сожалению, новая инфекция коронавируса, она внесла коррективы, в том числе и в транспортное движение. Каждый день буквально у главы обсуждаются эти вопросы. Сегодня тоже обсуждали, например, вопрос по аэропорту. Дело в том, что в сегодняшний день прекратил авиаперевоз к компании «Победа» до 31 мая пока. При этом «Нордвин» собирается вообще уйти из республики. «Нордвин» пока приостановил официально с 28 марта по 30 апреля. Пока. Причем мы направляли, например, заявки в другие авиакомпании. Они пока не откликаются в связи с тем, что ждут дальнейшего развития событий. То есть говорят, давайте подождем до 10-12 апреля, там посмотрим, как все сложится. Этот же вопрос ставит железнодорожные перевозки, пригородные в особенности. Сейчас вот, скорее всего, будут сокращаться пригородные перевозки, например, «Казань», «Канаж». Вместо 8 пар будет ходить 4 пары. Но нам удалось, конечно, отстоять здесь маршрут «Канаж», «Шумерли» удалось отстоять все-таки. А «Канаж», «Казань» там сократили просто на 4 пары. Ну и то же самое автобусные перевозки. Очень много перевозчиков обращается в Минтранс с просьбой поддержать их в это сложное время. Конечно, мы сейчас тоже прорабатываем вопросы, прорабатываем возможности, как можно их поддержать. Давайте подождем. Вот 4-5, может быть, апреля Кабинет Министров Российской Федерации, может быть, примет конкретно какие-то предложения уже. И после этого мы тоже уже будем принимать меры по поддержке малых предприятий. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо вам. И напомню, что сегодня нашим собеседником был исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлович Осипов. Большое спасибо. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин